всем привет друзья с вами карабаш 74 сегодня мы посмотрим на замечательную модификацию для игры спинтайрос это масс 54 322 по моему как то так вот сделаю фуркат откуда у нее сконвертил я пони представление не имею если честно меня знаете я вот ее вижу уже в первый раз то есть ну в первый раз я ее загрузила сразу делаю обзор обычно я так делаю на все модели как-то так узнаете лучше делать обзоры чем подготавливаться выписывать расписывать как некоторые занимаются этим это не мое вот но давайте перейдем непосредственно к делу то есть есть вид из кабины вид из кабины достаточно кстати неплохой да в чем дело то есть что с окнами вот с окна с окном видите заднем в спальнике то есть я представление не имею кстати текстура окон залазит почему-то сюда но да ладно вылазим я так думаю что она из 2013 наверное вот есть анимация рамы но рама по-моему очень сильно знаете гнется то есть она вообще как резиновая какая-то вообще вся изгибается да я кстати когда поворачиваю колеса у нее даже этот глушитель вылазит то есть видите анимация рамы в области кабины она очень и очень резиновая там то есть надо это по подремонтировать есть свой звук по ходу так поехали а ну да сразу проверяем то есть бортовая платформа сразу проверяем стоп секунду а ну да все нормально в принципе короткие бревна да есть я ребят знаете я не знаю по поводу того работает ли мод в мультиплеере то есть потому что я его не проверял а фуркат сейчас занимается модами ему некогда то есть со мной разговаривать больно именно поэтому это остается пока загадкой вот давайте пас маячки есть а почему маячки маячки то почему сзади мачки стоят сзади ребят я не знаю почему то есть обычно они стоят ближе к переду вот здесь у либо на середине я не знаю почему сзади маячки стоят но я думаю что фуркат посмотрит видео и естественно поставить их туда куда нужно так маячки мы оставим прицеп проспуск проверяем стоп средний загрузить да все на своих местах не не видно а ну да вот есть небольшое такое что бревна чуть-чуть висят в воздухе не знаю с чем это связано я конечно поинтересуюсь но колеса они колеса ребят вот здесь видите они заходят крылья заходят в колеса и это не есть красиво сами по себе колеса очень классные но под эти колеса нужно тогда крылья раздвинуть то есть их взять этот крыло сюда чуть-чуть это сюда чуть-чуть и тогда будет нормально смотреться потому что она не смотрится когда вот колеса проходят сквозь брызговики сквозь крылья то есть это не есть красиво чем дело а ну да вот вот удлиненный роспуск удлиненный роспуск лежит замечательно вообще ничего не взлетает проверяем все нет ничего ребят не взлетает все отлично работает давайте дальше посмотрим что там еще возможно или невозможно окей сняли сервис найти лего давайте наверное нет да в принципе тут что у нас а ну да есть с цепочка еще так да нет маячки мы зловещий свет что кстати есть так это снимаем вот это мы снимаем ставим с цепочку цистерна до цистерна стоит почти на своем месте да не почти она и стоит на своем месте да практически но это везде этот этот баг я уже даже внимание знаете не обращаю потому что реально везде уже эта фича есть так где я не понял а где фура фуркат большой фуры нету куда она делась то большой фуры ребят нету фуркат почему-то не позаботился об этом но колеса я говорю надо 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 колеса с колесами надо колдовать так давайте я сразу развернусь и мы чуть-чуть на нем прокатимся так 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 да стой ты стопы так маячки с цепочку убираем платформу ставим затариваемся по большому счету выглядит знаете достаточно неплохо очень неплохо выглядит и не знаю что у него с окнами такое впечатление что они в каком-то майонезе или чем-то я не знаю как будто зимой они замерзли так поехали ручник здесь работает как и должен в принципе работать но на некоторых моделях как мы уже все знаем он естественно не работает поехали поехали прокатимся и посмотрим что это и с чем это вообще едят дифференциал включаем естественно потому что здесь полного привода как такового не существует потому что машина заднеприводная ну именно именно эта модель она заднеприводная именно поэтому тем временем мы прям ты не может не радовать делаем скриншотик на превьюшечку да по поводу проходимости я думаю что она завышена чуть-чуть и знаете что мне еще не нравится мне не нравится резиновая вот это резиновая кабина она резиновая рама точнее видите она болтается и глушак он вылазит из этого патрубка который стоит крыши закреплен то есть это не это не есть красиво и не есть это хорошо я конечно с фуркатом поговорю по поводу этой темы то есть попытаюсь как-то добиться чтобы он убрал оттуда либо вообще убрал эти кости либо что-то с ними сделал чтобы они нормально функционировали то есть не было вот таких вот такой резиновой рамы проходимость на нем честно могу сказать похоже завышена очень-очень сильно потому что он без всяких проблем он на дифференциале он прет замечательно а с вами был карабаш 74 со своим кратеньким обзором на данный масс скачайте ссылка в описании под видео подписывайтесь на канал подписывайтесь на паблик вк не забывайте ставить лайки клацкать на рекламу пожалуйста всем удачи ребят всем пока пока